Субтитры делал DimaTorzok Весь дом нужно примерно 4 машины дров. Топят здесь пока по старинке. Как она вообще справляется за зимой печкой? Да, печка хорошая. Котел надежный. Уже много лет сужат. Но скоро-то его, наверное, менять придется? Если будет газ, то с удовольствием поменяю. Голубое топливо в поселке Джубга появится совсем скоро. Уже 17 лет в Краснодарском крае работает программа газификации. Поэтому и показатель ее здесь один из самых высоких в России. 88%. Газораспределительные сети берут свое начало от межпоселкового газопровода высокого давления. Его сейчас строят в Туапсинском районе. Проложить нужно почти 30 километров. Горный рельеф серьезно усложняет работу строителей. Данный объект предусматривает 31 надземный переход. А это практически от 2 до 5 метров перепад именно трассы газопровода. Конечно же, выполняются условия проектирования по сейсмичности. Используется горизонтально направленное бурение по прохождению объектов, таких как автомобильные дороги. Газпром обязуется закончить строительство к концу 2018 года. Но после этого наступит следующий этап работы. Диаметр этого газопровода 219 миллиметров. Он межпоселковый, строит его Газпром. И соединяет он две газораспределительные станции. Новомихайловку и Джубгу-2. Нужен он для повышения надежности газоснабжения. И именно в него потом будет осуществляться врезка уже внутрипоселковых газопроводов. А вот их строительством занимается уже местная администрация. На программу газификации Краснодарского края Газпром уже выделил 18 миллиардов рублей. По стране в 2018 году инвестиции составят 36 миллиардов 700 миллионов рублей. В настоящее время разработаны программы газификации до 2021 года. В рамках которых Газпром планирует построить в регионах 24 тысячи километров газопроводов. 55 программ утверждены по Газпрома главных субъектов. 10 находятся на подписи у губернаторов. Чтобы доставить голубое топливо в дома как можно быстрее, строить магистрали высокого давления и внутрипоселковые газопроводы нужно практически одновременно. К населенным пунктам, как Плехо, так и УСБ, газопроводы запроектированы. И на сегодняшний момент в режиме синхронизации со следующего года мы уже приступим к строительству и газификации этих населенных пунктов. Пока население присматривается к газовому оборудованию, готовит для подключения документы и деньги. При этом по новым правилам труба должна подойти к каждому дому. Тариф, который рассчитается исходя из нахождения источника газа, стоимости необходимого строительства, ну если в самом приближенном виде, в основном это будет 35 тысяч рублей. Присматриваться голубым технологиям начали и на Черноморском побережье. Это детский центр Орлеонов. Тот самый пионерский лагерь, куда в советские годы мечтал попасть каждый школьник. В 2015-м всероссийская детская здравница отметила юбилей. 55 лет. Мечтают, что 60-летие встретят уже на газе, а не на мазуте. Низкий КПД. Просто-напросто и в экологическом плане иметь такую котельную на территории нашего центра просто неправильно. В ближайшее время будем монтировать новый ДКВР котел тоже для мазута, но в дальнейшем он может использоваться под жидкое топливо, то есть это будет прежде всего альтернативное топливо наряду с газом, который мы планируем, что все-таки у нас будет. Программа газификации российских регионов ведется с 2005 года. За это время «Газпром» инвестировал уже более 320 миллиардов рублей. Построено более 2000 газопроводов общей протяженностью 30 тысяч километров и более 5000 котельных. Сейчас в стране, в Российской Федерации в целом порядка 68% мы считаем газифицированных домостроений, как индивидуальных, так и системных. Если исходить из логики развития, мы, конечно, можем говорить о том, что когда-то Россия должна была бы иметь стопроцентную газификацию, но у этого критерия есть экономика, у этого критерия есть технологии. Соответственно, в нынешнем уровне развития экономики и технологии мы считаем возможным примерно к 30-32 году иметь порядка 85% газифицированных домостроений, газифицированных трубопроводным транспортом. Еще недавно подключиться к газу было долго и дорого. Будущему потребителю нужно было получить тех условия. Заказать проект, купить плиту, котел, договориться об обслуживании оборудования, обустроить помещение под котельную и заключить несколько договоров с разными инстанциями. Сегодня на все это требуется минимум усилий. Достаточно обратиться в систему единого окна. Сюда обращаются будущие заявители, которые желают подключить их к себе в дом газ. Для этого ему необходимо иметь право устанавливающие документы на землю, личный паспорт. Клиент номер 136 приглашается к оператору номер 2. За каждым клиентом система закрепляет персонального куратора. Этот специалист всегда на связи и готов ответить на любые вопросы. По инстанциям тоже ездить не нужно. Все оформление берут на себя сотрудники компании. Удобно для вас время к вам выйдет наш мастер. Мы пройдем его с обследования. И на основании этого обследования мы уже знаем предварительную сторону. Остается получить на руки папку, паспорт потребителя и выбрать оборудование. Кстати, и с этим помогут и даже оформят договор на техническое обслуживание газового котла. Одно но. Пилотный проект единого окна пока запустили лишь в нескольких регионах страны. В 2016 году была определена целевая цифра, срок подключения к газовым сетям. Мы ее считаем сейчас в районе примерно 140-150 дней. Но при этом мы начинали по срокам подключения со срока примерно полтора года, то есть больше 500 дней. Как бы не хотелось, но поставить трубопроводный газ всем и каждому невозможно. При этом обеспечить право каждого человека использовать голубое топливо может газификация альтернативными видами углеводородов. Туда, куда газ нельзя доставить с помощью газопровода, можно привезти его в автомобильной цистерне. Но для этого его сначала нужно охладить до минус 160 градусов, то есть превратить в СПГ. Минизавод по сжижению природного газа мощностью полторы тонны в час построили в деревне Конюсята Карагайского района. Вот в этих цистернах газ, полученный из магистральных сетей с помощью азота, охлаждают до температуры минус 162 градуса. Тем самым объем этого газа уменьшается почти в 600 раз. Теперь сжиженное топливо можно перевозить на любые расстояния. Церна довольно большая. Сколько СПГ в нее помещается? 16 тонн, что примерно составляет 20 тысяч кубометров нормального газа. На заправку уходит несколько часов. За это время в каждой парке топлива делают паспорт. Для этого берут пробу. Отбор пробы природного газа во время отгрузки проводится в криогенный пробоотборник, который состоит из емкости для отбора жидкой фазы и баллона для регазификации отобранной пробы. После того, как проба у нас полностью регазифицировалась, мы подключаем пробоотборник к прибору при помощи обогреваемого трубопровода. Состав газа Елена, кстати, единственная девушка в абсолютно мужском коллективе завода, определяет на хроматографе. Он показывает содержание метана, гелия и углекислого газа. Когда документы готовы, голубое топливо отправляется на станцию приема, хранения и регазификации. Все, готово? Можем ехать? Да, можем ехать. Андрей Югов возит СПГ больше пяти лет. Рейсов много. Газ, сжиженный на Пермском заводе, сегодня получает три станции. В поселках Ильинске, Нердва и Северный коммунал. А так каждый день, наверное, путешествуете? А так, да, каждый день. У меня три СПХР-ки, люди просят газ, я им завожу его. Хорошо, ну тогда в добрый путь, поехали. Поехали. Вот два газопровода, так называемый холодный и теплый поток. Холодный поток – это трубопровод, по которому СПГ отправляется сначала в хранилище, потом на регазификацию. Ну а это так называемый теплый поток, по которому газ отправляется уже в сторону населенного пункта по газопроводу высокого давления на узел редуцирования, где это давление понижается и газ отправляется потребителю. Потребители – это больше двух тысяч домов, котельные, муниципальные, коммерческие и сельскохозяйственные предприятия. Поселок городского типа Ильинский. Население около 7 тысяч человек. До ближайшего магистрального газопровода больше 100 километров. Но газ сюда все-таки пришел в конце 2015 года. Тогда начал свою работу завод СПГ. Были построены станции регазификации, внутренние газопроводы. И вот модульная котельная обеспечивает теплом местный детский сад. Еще недавно эти котельные работали на мазуте. Перебои с подачей тепла для местного населения были обычным делом. Сегодня подача топлива постоянная. Оно поступает в поселок со станции регазификации. А там его запасы пополняют регулярно и централизованно. Население, конечно, довольное. Кто подцепился к газу, и уже у людей настроение другое. Не нужно дрова там готовить. Ушел, купил котел, поставил оборудование. Со всеми договора обслуживания заключил. Ну и живи, радуйся. На этот год мы в планах у нас построить совместно с Газпромом распределительные сети порядка 18 с небольшим километров. Получит возможность гастифицироваться 600 домовладений. И на этот же год также в планах у теплоснабжающей организации еще две котельные перевезти к новому отопительному сезону на газ. Экономическую выгоду перехода на газ объясняет нам Татьяна Сажина. Ее семья живет недалеко от поселкового газопровода. И хотя на подключение у нее ушло немало сил, плюсы налицо. Точнее, в кошельке. Вот котел. В зимние месяца нам не хватало тепла. Пришлось подключать электрокотел. Нам выходило это в копеечку. Сейчас сильно дешевле получается? Ну, я считаю раза в три, если не больше. Если раньше мы платили по 10 тысяч за месяц. За месяц. А сейчас у нас получается 4 тысячи мы платим вместе с газовой китой. Да, вложиться пришлось хорошо. Но я считаю, что за 4 года у нас это как бы покроется. А потом мы уже будем работать, так сказать, на прибыль. Население получает газ по цене, как и те люди, которые находятся на сетевом газопроводе, по той же цене, ни больше, ни меньше. То, что Газпром вкладывает в развитие инфраструктуры и внедрение СПГ, это как раз и есть программа газификации регионов. Пилотный проект альтернативной газификации уже показал свою эффективность и получил распространение по стране. Например, в Томской области. Здесь Газпром завершил проектирование комплекса по сжижению газа в селе Каргала Шигарского района. Строить планируется начать в этом году. Уже совсем скоро, благодаря системе автономной газификации, голубое топливо появится в поселках Бокчар и Вороновка, а также в селах Кожевниково, Подгорное и Тегудет.